Анна Ахматова «Моей судьбы девятый вал» Победа над немецким фашизмом не означала победу над отечественным карцером. Дисциплина застенка, ослабленная в первые и послевоенные месяцы, не могла быть снята без коренных политических изменений в обществе, что в небывалом государстве тотального надзора и авторитарной карцерной вертикали было по тем же политическим соображениям невозможно. Всесильный опричник кремлевского горца Абакумов наряду с традиционной практикой концлагерей и массовых репрессий не чурался бандитских приемов нападений, похищений и тайных убийств, именуемых «ликвидацией» и организуемых отделом Д.Р. Министерства госбезопасности во главе с Судоплатовым и Эйтинганом. «Беть, беть и беть», – учил СМЕРШЕВцев Сталин. В июле 1947-го, ублажая души губа, Абакумов докладывал, когда арестованный не дает откровенных показаний и увертывается от прямых и правдивых ответов на поставленные вопросы, следователь в целях нажима на арестованного использует имеющиеся в распоряжении органов МГБ компрометирующие данные из прошлой жизни и деятельности арестованного, которые последний скрывает. Иногда для того, чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МГБ все известно о нем, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности из его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих и другое. В отношении изобличенных следствием шпионов, диверсантов, террористов и других активных врагов советского народа, которые нагло отказываются выдать своих сообщников и не дают показания о своей преступной деятельности, органы МГБ в соответствии с указанием ЦК БКПБ от 10 января 1939 года применяют меры физического воздействия. В целях проверки искренности поведения арестованных на следствии, правдоподобности их показаний и для более полного разоблачения их практикуется подсада в камеру к арестованным агентов МГБ и организуется техника секретного подслушивания в камере. Из доклада министра госбезопасности СССР Абакумова Сталин. Подвал памяти О погреб памяти, Хлебников! Носущий вздор, что я живу грустя и что меня воспоминанье точит. Не часто я у памяти в гостях, да и она всегда меня морочит. Когда спускаюсь с фонарём в подвал, мне кажется, опять глухой обвал за мной по узкой лестнице грохочет. Чадит фонарь, вернуться не могу, а знаю, что иду туда, к врагу, и я прошу как милости. Но там темно и тихо. Мой окончен праздник. Уж тридцать лет, как проводили дам, от старости скончался тот проказник. Я опоздала. Экая беда. Нельзя мне показаться никуда. Но я касаюсь и живописи стен, и у камина греюсь. Что за чудо? Сквозь эту плесень, этот чат и тлен, сверкнули два живые изумруда. И кот мяукнул. Ну, идём домой. Но где мой дом? И где рассудок мой? 18 января 1940-го. Поэт, главный создатель представлений о жизни, не о карцере, для которого в любое время найдётся уйма идеологов, зазывал патриотов из воинствующего и правительствующего мещанства, а именно о жизни, чья основа в мысли, свободе, самоограничении. Цворцы карцера ревнивы. Сразу после войны Анна Ахматова выступает на торжественном заседании в Пушкинском доме. Проходят её вечера в Ленинградском доме учёных, в Большом драматическом театре, в Ленинградском доме кино, в Московском клубе писателей. В 1945-м интервью с ней появляется в литературной газете. Стихи печатаются в Ленинградском альманахе, в номере 4 журнала «Знамя» и номере 2 «Звезды». В 1946-м в номерах 1 и 2 журнала «Ленинград» и в номере 1 «Звезды». 3 апреля 1946 года на поэтическом вечере в колонном зале Дома Союзов военная и студенческая молодёжь встречает Анну Ахматову стоя громом аплодисментом, какие прежде да и потом адресовались исключительно высшему партийному руководству. В течение 15 минут овации не дают ей начать выступление. Земная слава, как дым, Не этого я просила, Любовникам всем моим Я счастье приносила. Один и сейчас живой, Свою подругу влюблённый И бронзовым стал другой На площади оснежённой. Зима 1914. Декабрь. Ничто не могло укрыться от всевидящего ока верховного учредителя карцера, главного теоретика представлений о счастливом детстве в застенке. Второй вечер Ахматовой в колонном зале Дома Союзов был отменён. Кассы Дома Союзов спешно вернули деньги на распроданные без остатка билеты. Летом 1946 кремлёвским горцам была утверждена единственно правильная точка зрения о своих исключительных заслугах и священном значении вождя в победе 1945 года. А 14 августа появилось постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». ЦК ВКПБ отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно. Журнал «Звезда» всячески популяризирует произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии. Её стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и дикаденства, искусстве для искусства, не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодёжи и не могут быть терпимы в советской литературе. Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшимся рассадником передовых идей и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безидейности и аполитичности? В чём смысл ошибок редакции «Звезды» и «Ленинграда»? Руководящие работники журналов, и в первую очередь их редакторы, товарищи Саянов и Лихарев, забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могучим средством советского государства в деле воспитания советских людей, и в особенности молодёжи, и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя – его политикой. Советский строй не может терпеть воспитание молодёжи в духе безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безидейности. Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия. Поэтому всякая проповедь безидейности, аполитичности, искусство для искусства, чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства и не должна иметь места в наших журналах. По той дороге, где Донской вел рать великую когда-то, где ветер помнит супостата, где месяц жёлтый и рогатый, я шла, как в глубине морской, шиповник так благоухал, что даже превратился в слово, и встретить я была готова моей судьбы девятый вал. 1956. Под Коломан. Я очень не люблю, когда нынешние пятидесятилетние дамы утверждают, будто в их время молодёжь была лучше, чем теперь. Вы им не верьте, это неправда. В нашей юности молодёжь стихов не любила и не понимала, толщу было ничем не пробить, не пробрать. Стихи были забыты, разлюблены, потому что наши отцы и матери из-за писаревщины считали их совершенным вздором, ни для какого употребления негодным, или в крайнем случае довольствовались розенгеймом. Я очень хорошо помню, как я принесла в гимназию стихи о прекрасной даме, и первая ученица сказала «И ты, Горенька, можешь всю эту ерунду прочесть до конца». Пухленькая, беленькая, с белым воротничком и вот таким бантом в волосах. Всё ясно вперёд на целую жизнь. Её было ничем не прошибить. И такими были все. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 19 августа 1940 года. ЦК ВКПБ постановляет 1. Обязать редакцию журнала «Звезда», правление Союза советских писателей и управления пропагандой ЦК ВКПБ, принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных. 2. Ввиду того, что для издания двух литературно-художественных журналов в Ленинграде в настоящее время не имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала «Ленинград», сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала «Звезда». 3. В целях наведения надлежащего порядка в работе редакции журнала «Звезда» и серьезного улучшения содержания журнала, иметь в журнале главного редактора и при нем редколлегию. Установить, что главный редактор журнала несет полную ответственность за идейно-политическое направление журнала и качество публикуемых в нем произведений. 3. Командировать товарища Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления ЦК ВКПБ. 4. 4. Прирученной и без крыла я в дому твоем живу. 5. Только ночью слышу скрипы. Что там в сумраках чужих? Шереметьевские липы. Перекличка домовых. Осторожно подступает, как журчание воды. К уху жарко приникает черный шепоток беды. И бормочет, словно дело, ей всю ночь возиться тут. Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют? 30 октября 1936. Ленинград. Ночь. Анна Андреевна в кресле возле стола, в белом платке поверх халата, строгая, спокойная, тихая, мрачная. Я еще раз про себя поделилась тому, как человек может быть таким совершенным и таким выраженным. Хоть сейчас бронзу, на медаль, на пьедестал. Статуя задумчивости. Если задумалась, гнева, если разгневана. Лидия Чуковская. Записки 10 сентября 1940 года. Поэтому вообще не пристали грехи. Перед этой отлитой вечности бронзы, что значили заклинания партийных секретарей о силе советской литературы, самой передовой литературы в мире? Ташкентские страницы. Это рысьи глаза твои, Азия, что-то высмотрели во мне, что-то выдразнили под спудное и рожденное тишиной и томительное, и трудное, Как полдневной термоски зной. Словно вся пропамять в сознании Раскалённой лавой текла, Словно я свои же рыданья Из чужих ладонь вела. В 1945. Героя не было. Герой был давно убит. По воспоминаниям Лидии Корнеевны Чуковской, у всех приглашённых в Смольный на выступления товарища Жданова троекратно проверяли пропуски. Слушая доклад, одна молодая писательница почувствовала дурноту. Но, когда она кинулась к боковым дверям, поскорее на воздух солдаты скрестили перед ней ружья. Можно было подумать, что в Смольном обсуждают не работу двухдовольно таки заурядной и, уж во всяком случае, безобидных журналов, а способы расправы с новым восстанием кроштадских моряков. По меньшей мере. Нужно было чем-то подпитывать угасший дух защитников осаждённой крепости. Нужно было подбрасывать в топку самый пламенный материал. Таких в монастыре ссылали и на кострах высоких жгли. Шёл август 1946 года. Показательные процессы тридцатых годов, палаческая терминология, разрабатывавшаяся десятилетиями, была на память у всех, у всех на слуху. Такие словосочетания, как «сползать на позиции», «дворянско-буржуазные течения», «социальные корни» «морозом пробегали по коже». Не ленинградским, а не московским морозом. Колымским. От несоветских до антисоветских, от чуждых и несвойственных до вражеских, от низкопоклонства перед Западом до службы в одной из иностранных разведок, короче говоря, от поставщиков дезориентации до врагов народа рукой подать. Кавычки, в которых произносились и печатались слова «творчество», «деятельность», «произведение», «авторитет» рябили в глазах, как решетки тюремных окон. Стереотипное, с позволения сказать, «творчество» звучало, как десять лет дальних лагерей без права переписки. А слово «группа» уж просто как выстрел в затылок. Прочитав доклад Жданова на страницах газеты или журнала, люди спрашивали друг у друга шепотом «А что, Зощенко и Ахматова еще на свободе?» и понимали, война окончилась, окончилась победой, а перемен нет. Обстановка вокруг доклада создана была и впрямь времен большого террора. Вспоминались регулярные наезды из Москвы в Ленинград военной коллегии Верховного суда, расстрел или, в лучшем случае, десять, пятнадцать или двадцать пять лет лишения свободы. Вспоминались дни после убийства Кирова. Лидия Чуковская, записки о войне Ахмута. Умирая, томлюсь о бессмертии, Низко облако пыльной мглы, Пусть хоть голые красные черти, Пусть хоть чан зловонной смолы, Приползайте ко мне, лукавьте, Угрозы из ветких книг, Только память вы мне оставьте, Только память в последний миг, Чтоб в томительной веренице Не чужим показался ты. Я готов оплатить старицей За улыбки и за мечты. Смертный час наклонясь на поэт Прозрачною сулемой, А люди придут, зароют Мое тело и голос мой. 1912. Царское село. Под ногами каждого литератора разверзлась ненасытная бездна безидейности. Хозяйство у нас плановое, чуть не в каждой республике была обнаружена своя маленькая блудница и свой маленький пасквилянт. И как в 1937-38 годах каждое промышленное предприятие и каждое советское учреждение, будь то завод, фабрика, аптека или почтамт, обязаны были найти среди своих сотрудников и поставить на убой хоть одного вредителя, шпиона или диверсанта, творившего свое грязное дело под носом партийной организации, утратившей, разумеется, должную бдительность. Так, в 1946-1947 каждая литературная организация, будь то отделение Союза писателей, редакция издательства или журналов, обязана была обнаружить среди своих сотрудников, выявить и разоблачить двух-трех чуждых советскому народу литераторов. Если не преклонение перед растленной культурой буржуазного запада, то аполитичность. Если не аполитичность, можно найти ноты безнадежности, не свойственные нашей вечно бодрой молодежи. Если и того нет, можно на худой конец выявить недостаток художественности, благо точных измерителей этой пресловутой художественности не существует в природе. «Мало высокохудожественно», – написал некогда Зущенко. «Теперь в своей борьбе за много высокохудожественное можно было опираться на постановление ЦК». Лидия Чуковская, «Записки о бане Ахмата» Обслуживающий персонал взялся за дело. Шагиняны Крушинские, Лилевичи Моловы, Ёлковы Волковы, им подобные разоблачали безидейные сказки, низкопоклонство перед гнилой буржуазной культурой, пристрастие к западному репертуару, крайний субъективизм и псевдонародность. Со свежими силами самой передовой литературы возобновлялась настоящая охота на душу простого человека. Мне ни к чему адические рати и прелесть эллигических затей. По мне в стихах всё быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стыда, как жёлтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда, сердитый окрик, дёгтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и на мученье мне. 21 января 1940. Исайя Берлин, секретарь британского посольства в Вашингтоне, на несколько месяцев переведённый в Москву, навестил Анну Ахматову в фонтанном доме 3 ноября 1945 года. Некоторое время спустя его отчёт о встрече был выкраден и доставлен советской разведкой великому деятелю за стенку. Со злобы и раздражения товарища Сталина по поводу всего сказанного ей в разговоре с уроженством Лифлянской губернии, будущим известным либеральным философом, и началась, как полагала Анна Андреевна Ахматова, холодная война. Визит Исаи Берлина был прерван Рандольфом Черчиллем, чьи крики под окнами фонтанного дома дали знать однокашнику по студенческой скамье в Оксфорде, что за ним пришли. В том, что за Рандольфом, сыном британского премьер-министра Советской Республики установлена слежка, не было никаких сомнений. Заботой же отпрыска семейства Мальборо было лишь где в хлебосольной России купить банку икры. Но именно после этого случая поползли слухи о том, что иностранная делегация прибыла в Ленинград с целью убедить Анну Ахматову покинуть страну, и что Уинстон Черчилль, многолетний её поклонник, прислал специальный самолёт, дабы переправить поэта в Англии. К прерванной беседе они вернулись вечером того же дня. «Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится двадцатый век». Ахматова заговорила о своём одиночестве и изоляции как в культурном, так и в личном плане. Ленинград после войны казался ей огромным кладбищем. Он походил на лес после пожара, где несколько сохранившихся деревьев лишь усиливали боль утраты. У Ахматова ещё оставались преданные друзья – Лозинский, Жермунский, Харджи и Фаардовы, Ольга Бергольц, Лидия Чуковская, Эмма Герштейн. Она не упомянула Гаршина и Надежду Мандельштама, которых я тогда ничего не знал. Но она не искала у них поддержки. Морально выжить ей помогало искусство, образы прошлого, Пушкинский Петербург, Дон Жуан Байрона, Моцарта, Мольера, великая панорама итальянского возрождения. Она зарабатывала на жизнь переводами. С большим трудом ей удалось добиться разрешения переводить письма Рубенса, а не Ромена Ролана. Она спросила меня, знаком ли я с этими письмами. Заговорили о Ренессансе. Мне было интересно узнать, является для неё этот период реальным историческим прошлым, населённым живыми, несовершенными людьми или идеализированным образом некоего воображаемого мира. Ахматова ответила, что, конечно, последней. Вся поэзия и искусство были для неё. Здесь она заимствовала выражение Мандельштама, чем-то вроде «тоски по всемирной, всеобъемлющей культуре», как её представляли Гёте и Шлеге. Это культура, которая претворяет в искусство природу, любовь, смерть, отчаяние и страдания, своего рода неисторическая реальность, в которой нет ничего. Вновь и вновь она говорила о дореволюционном Петербурге, городе, где она сформировалась, и о бесконечной тёмной ночи, под покровом которой с тех пор протекала её жизнь. Ахматова ни в коей мере не пыталась пробудить жалость к себе. Она казалась королевой в изгнании, гордой, несчастной, недосягаемой и блистательной в своём красноречии. Рассказ о трагедии её жизни не сравним ни с чем, что я слышал до сих пор, и воспоминания о нём до сих пор живы и больны. Я спросил Ахматову, не собирается ли она написать автобиографический роман, на что та ответила, что сама её поэзия, в особенности поэма без героя, является таковым. Она снова прочитала мне эту поэму, и я опять умолял дать мне её переписать, и вновь получил отказ. Наш разговор, переходящий от предметов литературы и искусства к глубоко личным сторонам жизни, закончился лишь поздним утром следующего дня. Исаия Берлин. Встреча с русским написателем. Поэт. Подумаешь, тоже работа, беспечное это житьё, подслушать у музыки что-то и выдать, шутя за своё. И чьё-то весёлое скерца, какие-то строки вложив, поклясться, что бедное сердце так стонет средь блещущих миф. А после подслушать у леса, у сосен, молчальниц на вид, пока дымовая завеса тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, и даже без чувства вины немного у жизни рукавы. И всё у ночной тишины. В Ташкенте Анна Андреевна писала пьесу, в которой предвосхитила всё, что с ней сделали в 1946 году. Потом пьесу сожгла. Через много лет восстанавливала по памяти. В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала её философии, но ощущала, что это нечто гениальное. Она спросила, а могла бы такая пьеса быть поставлена в театре? Фаина Раневская. Судьба шлюхов. Сталин и Жданов искренне, быть может, воображали, что чужда им поэзия Анны Ахматовой. Дикоденщины, привязанность к прошлому, религиозность, пессимизм и т.д. Они заблуждались. Людям постановлений и циркуляров ненавистна поэзия вообще. Любая поэзия – муза смеха или муза плача – всё равно. Слушайте их убогий язык. Слушайте слово поэта. Люди, чей умственный и словесный запас вводится к трём понятиям – выправить линию, прекратить, обеспечить, для таких людей, естественно, непереносима и враждебна поэзия. Она слишком богата смыслами и чувствами, оттенками смыслов и чувств, слишком глубока и многозначна, чтобы в политиках, чувствующих и думающих плоско, однолинейно, не вызывать раздражения и подозрительности. Язык поэзии глубоко уходит в то, что всякой косности косней, неистребляемую память личности и народа. К тому же он имеет власть над сердцами, соперничающую власть. Как же владычествующие бюрократии не боятся поэзии? Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Из записных книжек Анны Ахматовой. 6 ноября 1949. Обыск и арест моего сына Льва. Его немедленно увозят в Москву. Я езжу каждый месяц сначала на Лубянку, потом к Лефортовской тюрьме. Приговор десять лет лагеря. Молитва. Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар. А ты не и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей. Май 1915. Духов день. Петербург. Она пишет стихи как бы перед мужчиной, А надо писать как бы перед Богом, Сказал накануне войны 1914 года Александр Блок. И она стала писать перед Богом. Поэзия жертвенна. Молитва Ахматовой за свою страну И жертва во имя ее бытия. Участь от ими и ребенка, и друга, Да и сам песенный дар – это жертва, Которую готов принести поэт, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей. Такой участи она ни в коем случае Не желает своему народу. Иначе что это за слава лучей, Если в темной стране останутся одни вдовы, Недужные солдатки, Немые в бессоннице и горе своем. И если у вдов не останется сыновей, Для кого будет эта слава? И что это будет за слава? Слава партии и народу? Слава павшим героям? Жертва поэта индивидуальна. Это удел сознательно выбираемый Жертвенной личностью, Участь того героя, Который и один в поле воин. Проплясать пред ковчегом завета Или сгинуть? Буду тихо на погости Под доской дубовой спать. Будешь, милый, к маме в гости В воскресенье прибегать, Через речку и по горке, Так что взрослым не догнать, Издалека, мальчик зоркий, Будешь крест мой узнавать. Знаю, милый, Можешь мало обо мне припоминать, Не бронила, не ласкала, Не водила причащать. Слава лучей над Россией 1946 года не обманула. Народ-победитель, Страна самого передового общественного строя, Так, после Второй мировой, Искренне полагала большинству Западных социалистов. А значит, жертва была принята. Муж расстрелян, сын в тюрьме, Ночи без сна, больная и бескровленная. Не ушел только песенный дар, Песнопение, светлая страсть. Быть может потому, что тогда же, В 1916 и в 1946, Хотелось простого человеческого счастья, Другого, частного, А не громогласного, Общественно-политического сценария. Время приближалось уже к трем часам ночи, Но совсем не было заметно, Что Ахматова устала и ждет моего ухода, А я сам, переполненный впечатлениями, Конечно, не спешил уходить. Открылась дверь, И вошел сын Анны Андреевны, Лев Гумилев, Сейчас он профессор истории в Ленинграде. Было ясно, что мать и сын Глубоко привязаны друг к другу. Гумилев рассказал, что он ученик Известного ленинградского историка Евгения Тарли. Областью его исследований Была Средняя Азия. Он не упомянул о том, Что сам отбывал срок заключения в тех краях. И его интересовала прежде всего Ранняя история Хазар, Казахов и более древних племен. Он сам попросил, Чтобы его направили добровольцем на фронт, Где он служил в зенитной части, Состоявшей из бывших заключенных. Только что он вернулся из Германии. Он был уверен, Что сможет снова жить И работать в Ленинграде. И казался мне бодрым И полным замыслом. Гумилев угостил меня Вареной картошкой. По-видимому, Это было все, Что он мог предложить. Ахматова извинилась За свою бедность. Исайя Берлин. Встреча с русскими писателями. Город сгинул. Последнего дома, Как живое взглянуло окно. Это место совсем незнакомо, Пахнет гарью и в поле темно. Но когда грозовую завесу Нерешительный месяц рассек, Мы увидели, На гору, к лесу Пробирался хромой человек. Было страшно, Что он обгоняет Тройку сытых весёлых коней, Постоит и опять ковыляет Под тяжёлой ношей своей. Мы заметить почти не успели, Как он возле кибиток возник, Словно звёзды глаза голубили, Освещая измученный лик. Я к нему протянула ребёнка, Поднял руку со следом оков, И промолвил мне благостно звонко, Будет сын твой и жив, и здоров. 1916-й Слепнёк Мишель Фуко объяснял, Карцерная ткань общества Обеспечивает как реальное присвоение тела, Так и постоянное наблюдение за ним. По своим внутренним свойствам Она является аппаратом наказания, Самым совершенным образом отвечающим Новой экономии власти, И инструментом формирования знания, В котором нуждается эта экономия. Её паноптическое функционирование Позволяет ей играть эту двойную роль. Благодаря своим методам закрепления, Распределения, записи и регистрации, Она долгое время остается одним из Наиболее простых, примитивных, Наиболее материальных, Но пожалуй и самых необходимых условий Чрезвычайного развития И распространения экзамена, Объективирующего человеческое поведение. Если после века инквизиторского правосудия Мы вступили в эпоху правосудия экзаменационного, Если ещё более общим образом Метод экзамена смог столь широко Распространиться по всему обществу И в какой-то мере дать начало гуманитарным наукам, То одним из основных инструментов этого были Множественность и тесное взаимоналожение Различных механизмов заключения. Я не говорю, что гуманитарные науки Возникли из тюрьмы. Но если они смогли образоваться И произвести во всей структуре Эпистоны, знания, Известные глубокие изменения, То потому что они были сообщены Специфической и новой модальностью власти, Определённой политикой тела, Определённым методом, Позволяющим сделать массу людей Послушной и полезной. Эта политика требовала Включения определённых отношений знания В отношения власти. Она нуждалась в технике Частичного взаимоналожения, Подчинения и объективации. Она принесла с собой Новые процедуры индивидуализации. Карцерная сеть Образует один из остовов Этой власти знания, Сделавший исторически возможными Гуманитарные науки. Мишель Фуко Надзирать и наказывать. К 1949 году Лев Гумилёв экстерном Окончил исторический факультет И служа библиотекарем В психиатрической больнице Единственное место, куда удалось Устроиться на работу, Защитил диссертацию На соискании степени Кандидата исторических наук. Её тема была Политическая история Первого тюркского каганата. И в дружном коллективчике Академических деятелей Леву Николаевичу Пришлось сыграть роль царя Ирода, Ибо без избиения Младенцев было не обойтись. В самом основании Гуманитарных наук Уже содержалась Карцерная дисциплина. Торжество было совершеннейшим 15 из 16 членов диссертационного совета Проголосовали «за», Несмотря на огромное количество Возражений со стороны оппонента. Учёные советы 40-х и 60-х Не допускали обструкции только за то, Что диссертант Много превосходил их знанием И глубиной анализа. Или, как повелось в нулевые, Не оплатил академикам защиту. Читатель Не должен быть очень несчастным И, главное, скрытным. О, нет! Чтоб быть современнику ясным, Весь настишь распахнут поэтом. И рампа торчит под ногами, Всю мертвенно, пусто, светло, Плаймлайта – холодное пламя, И его заклейнило чело. А каждый читатель, как тайный, Как в землю закопанный клад, Пусть самый последний, случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. Там всё, что природа запрячет, Когда ей угодно, от нас, Там кто-то таинственно плачет В какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, И тени, и сколько прохлад, Там те незнакомые очи До света со мной говорят. За что-то меня упрекают И в чём-то согласны со мной, Так исповедь льётся немая, Беседы блаженнейшей зной. Наш век на земле быстротечен, И тесен назначенный круг, А он неизменен и вечен, Поэта неведомый друг. Если писать стихи как бы перед Богом, То и читателем тогда Бог. Именно он – поэта неведомый друг, Неизменный и вечный, Кому льётся немая исповедь, И любое сказанное слово Ничтожно в его присутствии. «Почему славить Бога Ораторией Баха или миниатюрой Фуке Более художественное занятие, Чем делать то же самое стихами Ахматовой?» – Вопрошал Николай Кузов. – Почему? – Вопрос риторический. Стучать будут в дверь. – Товарищ Ахматова, Ваша очередь мыть коридор. – Как жить мне с этой обузой? А ещё называют музой, Говорят, ты с ней на лугу, Говорят, божественный лепет, Жёстче, чем лихорадка оттреплет, И опять весь год не гугул. Опасная вещь – искусство. В молодости этого не сознаёшь. Какая страшная судьба с капканами, С волчьими ямами. Я теперь понимаю родителей, Которые пытаются уберечь своих детей От поэзии, от театра. Подумайте только, Какие страшные судьбы. В молодости этого не видишь, А если и видишь, То ведь наплевать Из беседы с Лидией Чуковской 6 мая 1940 года. Обвинения, Выдвинутые при четвёртом аресте сына, Заимствовали из следственного дела 1935 года. А можно ли по одному и тому же делу Судить дважды? Осведомилась приёмная НКВД Плакальщица дней погибших В декабре 50-го. Можно, Цинично ответил карцерный страж. Так, До войны Лев Николаевич Гумилёв Сел за папу, А после войны За маму. Слава, Это значит, Что вами обладают все, И вы становитесь тряпкой, Которой каждый может вытереть пыль. В конце жизни Толстой понял, Ничтожество славы, И в отца Сергий объяснил, Что от неё надо отмыться. Я особенно уважаю его за это. Из беседы с Лидией Чуковской 16 декабря 1955 года. Бред Неявь, но сон, как быль, Печаль моей земли. Лежит в пустых покоях пыль, Но там твой след в пыли. Ты шла одна, И всюду мгла, Мерцала, как вода, И с тени каждого угла Синела борода. Но жизнь, На части раздробя, И время потеряв, Без жизни братьев и тебя, Клянусь, Я трижды прав. Тускнеет сон, Бледнеет явь, Олеет только кровь. Так что же, Жизнь тоской разбавь, Но сердце приготовь. Увидеть гибель мертвеца, Кем мы побеждены, Я буду верен до конца, Концу моей страны. Лев Гумилёв, Седьмая жена синей бороды. Всё еще одна песка. Спасибо. У меня здесь неприятная 大 requests заquir paint Kerry. Продолжение следует...